Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Практически каждый день мы сталкиваемся с правовыми вопросами, которые необходимо правильно разрешить. Только в нашей рубрике «Ваше право» мы просто и понятно подскажем, как правильно поступить в сложные ситуации. И у меня для вас самый актуальный вопрос – мошенничество с переходом на цифровое телевидение. В 2019 году Россия переходит на цифровое телевидение. Привычное аналоговое телевидение уходит в прошлое, и многие жители страны обеспокоены техническими вопросами перехода на новый формат вещания. Конечно, такой повод поживиться за счет чужой счет не оставлен без внимания мошенниками. Как работают мошенники? Самый распространенный способ – это, конечно же, продажа чудо-приставок. Для того, чтобы смотреть телеканалы в цифровом формате, необходим либо подходящий телевизор, либо специальная приставка. Мошенники пугают доверчивых граждан, в первую очередь под прицелом аферистов, пенсионеры, тем, что их телевизор в скором времени перестанет работать и продают приставки по цене в разы выше реальных. Российская телерадиосеть не занимается продажей оборудования. Это следует запомнить. Кроме того, мошенники предлагают перезаключить договор с оператором и подключиться к интернету. Сами приходят в дом гражданам, которые зачастую не знают всех подробностей перехода на цифру, но слышали о новшествах и по ошибке готовы заплатить большую сумму. Поэтому не покупайте аппаратуру тех, кто сам вам ее предлагает. Для подключения к цифровому телевидению вам не нужно заключать никакие новые договоры с оператором. Помимо продажи приставок, мошенники оказывают помощь от государства. Помощь, отмечу в кавычках. В некоторых регионах России власти компенсируют малоимущим гражданам за отплаты на приобретение технических средств для просмотра телеканалов в цифровом формате. Этим как раз таки пользуются мошенники. Поэтому совет, не принимайте услуги от лиц, предлагающих вам помощь от государства. Компенсации выдают только органы социальной защиты населения, и обращаться за помощью нужно к ним самим гражданам. А у нас следующий вопрос. Расторжение брака в ЗАГСе. Если оба супруга согласны на развод и нет общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органы записи актов гражданского состояния. В этом случае развод через ЗАГС не составит большого труда. Супругам необходимо прийти в местный орган ЗАГС, подать заявление о расторжении брака. Через месяц после подачи заявления брак будет официально расторгнут, и вы получите свидетельство о его расторжении. На основании Семейного кодекса брак будет расторгнут по заявлению одного или другого супруга, если вдруг супруг признан в судебном порядке безвестно отсутствующим или признан недееспособным в установленном законном порядке. Осужден за совершенное преступление к лишению свободы на срок свыше трех лет. Споры о разделе совместно нажитого имущества, детях, месте проживания детей, выплате алиментов рассматриваются исключительно в судебном порядке. А что делать, если один из супругов согласен на развод, но у него нет возможности прийти в ЗАГС, причины могут быть самые разные, от болезни до отбывания наказания, и выход здесь есть. Необходимо оформить на это реальное согласие на развод. Если супруг содержится под стражей или отбывает наказание в местах лишения свободы, его заявление будет заверено начальником учреждения. Споры о разделе имущества, детях, алиментах рассматриваются только судом. Заявление о прекращении брака также можно подать через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг или же через динопортал государственных услуг. На самом деле это несложно. На этом у меня все, уважаемые телезрители. Интересующие вас вопросы вы можете отправить на электронную почту нашего телеканала и мы обязательно на них ответим. А я напоминаю вам, будьте бдительны, смотрите нашу программу и знайте свои права. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!